Дорогие зрители, наши любимые подписчики, друзья, знакомые и так далее. У нас сегодня ошеломляющая новость. У нас появились клоны. Как это сказать? Двоюки. Как их можно еще назвать? В хорошем смысле слова. Ну, в хорошем смысле слова. Не то, что... В общем, объясняю ситуацию. Может кто-то из вас заметил нам в одном из видео под... Ну, в комментариях отослали ссылочку, сказали, ребята, вас еще раз показали в новостях. Мы в недоумении, потому что никто больше у нас никаких интервью не брал. Никто к нам не приезжал, никто не спрашивал на это разрешение. То есть, ну, мы сами не поняли, что случилось. Значит, мы переходим по этой ссылочке. И что мы видим? То, что увидите дальше вы. Мы посмеялись от души. Мы так поняли, я немножко предысторию скажу, я вас так заинтригую. Просто мы были заинтригованы. Пускай у вас немножко интрига будет. Были поражены, потому что я так поняла, что нас показали на канале Россия. Россия-Иркутск. Россия-24, Иркутск было написано. И, насколько я поняла, это по всей России показано было. Но я не уверена. Это во-первых. Потому что мы новости не смотрим. Мы не знаем, как они там по России распределены. Где что показывают. Но, видео с нашего канала. Там почему-то присутствуют наши дети. Но родители у них какие-то странные. И наши друзья. Какие-то странные у них родители просто. Кто взял это видео и поставил его в новости, мы без понятия. Видно, кто-то взял наше видео с хорошими побуждениями. Или ради прикола. Мы до сих пор не поняли. Кстати, кто это видео туда-то слал, напишите в комментариях. Чтобы мы вас поблагодарили. Да ладно. Просто прикольно вышло. И тут мы заходим туда и видим вот такую картину. Наслаждайтесь. Но не только происшествия привлекли внимание на этой неделе. Вот этого медведя сняли туристы, когда он пытался переплыть в Чевыркуйский залив Байкала. Мишка просто решил посоревноваться с катером в скорости. И поэтому возникает вопрос. Каким должно быть видео, чтобы стать популярным в интернете? Считается, что это короткие, желательно скандальные ролики. Но вот семья Бровченко из деревни Сосновый Бор разрушает этот стереотип. Они просто снимают свою тихую семейную жизнь. И что удивительно, это один из самых просматриваемых видеоблогов в России. Очередной ролик появился в сети вчера. И уже набрал более 10 тысяч просмотров. А потом будет награда вам. Какая? А вот. Чай на зиму. Это все на сегодня. Заходите на наш сайт вести.ирк.ру. Пишите в рубрику «Мобильный репортер». И обязательно прилагайте видео. Этот материал мы обязательно покажем в телеэфире. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!